Новгородский бизнесмен Новгородский бизнесмен Новгородской области Юрий Михайлов Ивета Довцян, руководитель клиники Новое зрение, руководитель студии праздника «Затейники» Ольга Неязова, владелец ресторанов «Сказка» Тимур Арифов и Дмитрий Койков, председатель союза предпринимателей Новгородской области Уважаемые участники, предлагаю предоставить слово сначала нашему бизнес-омбудсмену и затем уже непосредственно поговорим с вами, с предпринимателями о ваших бедах, скажем так, чаяниях, надеждах на конец уходящего года. Юрий Владимирович, скажите, пожалуйста, с какими жалобами, с какими обращениями, просьбами к вам шли предприниматели в течение этого полугода? Как-то поменялись они или нет, собственно, что сейчас хотят? Ну и ваше мнение, попрошу вас даже не прокомментировать, да, вот какое-то своим мнением поделиться. Как вы считаете, вот эти 5% на удаленку реально или нереально каждому новгородскому предприятию сделать? Ну и, собственно, вот эта ситуация по банкетам, по приближающимся новогодним корпоративам, потому что люди восприняли этот указ именно так, что новогодних корпоративов не будет. Это, собственно, да, тот период, когда новгородские рестораны зарабатывают себе на голодный январь, когда мы все перестаем ходить так или иначе в кафе и рестораны, да, проводим время дома. И вот этот период, они, собственно, живут за счет того, что заработали в декабре. Ну, сейчас это под большим вопросом. На общероссийском уровне речь идет о конце ноября, а у нас пока не очень понятно. Добрый день, уважаемые коллеги. Да, тематика обращений предпринимателей изменилась. Изменилась в этом году. Конечно, значительно меньше стало вопросов, связанных с нарушением прав предпринимателей именно какими-то органами государственной власти, особенно контролерами, потому что мы все знаем, что существуют и прямые распоряжения, запреты различного рода проверок. И поэтому обращения в основном носят такой, я бы сказал, консультационный характер, потому что не все правильно понимают указы губернатора, ну, вернее, сказать, не даже неправильно, а какие-то подробности, тонкости того, как все должно было происходить. И мы больше в этом году оказываем, я бы сказал, такую консультационную поддержку с помощью и нашей юридической службы, с помощью коллег из различных органов власти. Мы с ними находимся в постоянном контакте и с министерствами инвестиционной политики, промышленности и торговли и с другими, тех, кто связан с бизнесом. Поэтому, если говорить о том, что количество обращений увеличилось, но все они носят практический характер, связанный с проблемами, возникшими с закрытием бизнеса и с теми мерами поддержки, которые существуют, и с желанием получить, может быть, дополнительные. Какая основная проблема? Мы вместе с аппаратом уполномоченного формировали такой опросник, социологический опрос делали и в августе месяце, и сейчас в октябре, вот буквально 14 числа завершился очередной результат нашего мониторинга оценка состояния бизнеса на территории в целом Российской Федерации, но он примерно отражает точно так же и Новгородскую область. Я мог бы, конечно, по презентации по этой пробежаться и вам ее послать, вы можете ее сами для коллег рассказать и обсудить, но самое главное, конечно, здесь от того, что бизнесу сейчас трудно, нелегко и самой большой проблемой, это, конечно, все говорят, отмечают о том, что снижение финансовых показателей бизнеса. Ну, во-первых, реально о том, что бизнес закрыт, во-вторых, что реально уменьшился спрос, и это стало основной проблемой для предпринимателей. А в связи с тем, те меры поддержки, которые были оказаны, они ведь у нас тоже носили такой характер снижения налоговой нагрузки, да, дальше поддержка с помощью различных льготных, кредитных программ, и вот каждый из предпринимателей для себя оценивал то или иное состояние. Плюс еще к этому добавилось то, что множество предпринимателей до этого времени не попали в ту когорту субъектов, которые являются пострадавшими. То есть, работая в сферах, которые относятся к пострадавшими, но их регистрационные документы не соответствовали тем правилам, установленным правительством Российской Федерации, ну и, соответственно, регионального правительства. То есть, основные проблемы. А на сегодняшний день по-прежнему остается актуальный вопрос, связанный с спросом, с восстановлением спроса. И тот спрос, который был на прошлый год, он на сегодняшний день не восстановился. Вроде как мы получили в летний период, когда у нас появился наш российский турист, да, получили всплеск очень большой, и это отметили и рестораторы, это отметили представители гостиничного бизнеса, это отметили и перевозчики, но сейчас он получил резкое такое затухание. И плюс к этому вот те ограничения, о которых вы говорите сегодня. Это и отправление на удаленный вариант работы сотрудников, это и ограничение работы точек общественного питания до 23. Да, предприниматели просят делать все, ну, как бы с мерами поддержки, только их не закрывать. То есть, безусловно, сложности здесь есть. Многие оценивают в том, что они не смогут пережить вторую волну закрытий. То есть, если мы добавим такие меры, как в начале года, то их бизнес просто прекратить свое существование. И таких где-то порядка до 20%. Я еще раз повторюсь о том, что я могу вам выслать презентацию, вы можете познакомить всех участников нашего диалога, и они сравняются со своими ощущениями. Также вы говорите по 5% удаленным. Дело в том, что ведь 30% отправление на удаленное, это носит рекомендательный характер, а 5% это, ну, так сказать, обязательно. И надо сказать, что наша экономика, наши предприятия, которые обладают численностью работающих, ну, так, когда у них, ну, скажем, больше 100 человек, 5% это не такая большая цифра, и они, в принципе, в состоянии сегодня ее выполнить. Разговаривая с предпринимателями, во-первых, я не получал жалоб именно на эти 5%, но разговаривая с предпринимателями, они уже мне ответили, что они уже подготовились к этому, и большинство людей, которые входят в возрастную группу, например, 65 лет и старше, или, например, те, которые какими-то, к сожалению, обладают болезнями, да, связанными с возможностью здесь как-то пострадать, они уже все переведены по возможности. И это, я бы сказал, такое носит, ну, просто обыкновенный, обязательный характер, как всех федеральных мер ограничительных, которые существуют у нас. Но власть не может не применять ничего, то есть мы не можем бездействовать. Уже сегодня мы смотрим, опять мы очередной рекорд поставили по количеству заболевших на сегодняшний день. И это все равно вызывает опасения. То есть мы идем в какой-то мере по пути, ну, других государств, где они особенно сильно вводили ограничения, но это вирусная инфекция, которым мы, ну, наше общество должно какой-то иммунитет выработать. К сожалению, ценой каких-то потерь. Хотелось бы, чтобы эти потери были минимизированы. Для этого, ну, все соответствующие службы работают. Мы стараемся оказывать и, еще раз говорю, и консультационную, и юридическую поддержку предпринимателей по всем вопросам. Наши двери открыты. Я своих людей, своих работников, своих юристов, ну, тем более те, которые работают у нас на условиях, ну, как бы, пробона, да, то есть ради общественного блага. Таких у нас, к счастью, много. Спасибо им большое за это. Мы с ними постоянно находимся в контакте. Мы взаимодействуем и с федеральными органами власти. Вот только сегодня у нас будет во второй половине дня осуществляться совместные личные приемы, тоже в таком же режиме ВКС. Мы будем пробовать вводить предпринимателей каждого по своему вопросу индивидуально в наш чат вообще и разбирать их дела. Поэтому работы много у всех. И дай бог вам всем здоровья и уверен, что мы пройдем этот период, и у нас будут наступить хорошие времена, когда все будет работать. Спасибо вам большое, Юрий Владимирович. Далее мы продолжим разговор уже непосредственно с нашими предпринимателями. Выслушаем. Мурс Олег Жанович, хочу начать разговор с предпринимателями с вас. Вы представитель ресторанного бизнеса. По моему мнению, по вам довольно-таки крепко ударил этот коронакризис. В какой ситуации сейчас? Какие у вас новости? Какие пожелания к нашим руководителям? Или, собственно, эти пять процентов, которые сейчас обязали, это ничего страшного, вы так работаете. Поделитесь вашими новостями. Всем прекрасного дня. Ну, хотел бы начать с того, что верю в коронавирус. Сегодня буквально на РБК читал, что есть часть россиян, которые не верят в эту заразу. Вот. Поэтому принимаем все необходимые меры по безопасности в наших ресторанах. Непосредственно там и температуру проверяем, и персонал работает в масках, в перчатках. Вот. Ну, я на самом деле понимаю четко, что несмотря на то, что мы выполняем все необходимое, мы не застрахованы от того, что можем сами заболеть. Ну, наверное, как и все остальные. Вот. Что хотелось сказать еще? Я отработал июль, август, сентябрь. Наверное, надо сказать спасибо большое, что у нас закрыты границы. и было много туристов, и сейчас, наверное, не я один ощущаю, что туристов стало больше, и на федеральных трассах много машин с регионами разными. Нашему городу, нашей области, наверное, это очень не помешает сейчас развить и туризм. Что еще хочу сказать? История про сокращение персонала на 5% в рабочее время в ресторане в самом непосредственно. Ну, я отправил в бухгалтерию все, и кадровика отправил работать на удаленку, на дом. Соответственно, вот они, 5%. Я стараюсь быть законопослушным, соблюдать все указы, вот, и надеяться на лучшее. Ну, несмотря ни на что, там, да, я как бы все равно себя питаю оптимизмом, что переживем эту тяжелую пару, и наступит какой-то там всем позитив. Я не представляю, когда это все закончится. Возможно, и 2021 год нам придется тоже нелегким его пережить. Ну, как будет, так будет. К сожалению, как бы никто же не застрахован, как бы, от этого. Вот. Что еще сказать? Готовы соблюдать все указы и выполнять все необходимое. Да, позвольте мне тогда вопрос в продолжении разговора. Я так поняла, вы очень рады потоку российского туриста. Это вам помогло создать как некую такую подушку, запас, чтобы развивать бизнес дальше, или вы на стадии выживания? Вот лично ваш бизнес, как бы вы оценили, как бы вы охарактеризовали, что происходит сейчас у вас? Ну, наверное, если я скажу, что я сейчас на грани выживания, наверное, будет это попахивать некой ложью, потому что я в этот уникальный год еще умудряюсь открыть новый проект. Ну, к сожалению, я, если бы я знал все заранее, каким будет 2020-й, возможно, я и не, как, ну, не вписывался бы в очередные там проекты на этот год. Вот. Но я в первых днях, в первых числах марта я подписал договор и зашел в помещение, вот, уже очень хотелось попробовать сделать новый ресторанный проект, не национальной кухни, вот. Поэтому я на тот момент вообще не предполагал, что будет такой исход событий, вот. И несмотря ни на что, там, пандемия и не работали, я потихонечку-потихонечку делал ремонт, строил, и в ближайшее время, там, неделя-две-три я планирую открытие нового проекта, вот. Я уверен, что городу необходимы какие-то точки притяжения для туристов, в том числе, потому что я очень часто беру отсюда, когда еду в Москву, новгородский пряник, и везу его москвичам, питерцам, как угощение, как сувенир из Новгорода, вот. Поэтому я решил ресторан новый назвать пряником, вот. Ну, естественно, там, с кухней, как бы, она больше, там, наверное, русско-украинская, вот. Ну, с элементами, там, хотелось выдержать концепт кухон народов СССР, вот. Сейчас прорабатываем меню и готовим что-то новенькое для новгородцев и для туристов этого города. И, естественно, новгородский пряник будем продвигать. Вот. Это была незапланированная рекламная минутка, да? Тимур Салежанович, позвольте вас вернуть в русло, да, и передать уже ожидающим на связи участникам все-таки, да, вот запрет на корпоративы. Мы все трудились этим летом в надежде, что нас не накроют второй волной, очень хотели бы погулять на корпоративах новогодних с коллегами, которых мы, многие, да, кто-то удаленно, кто-то не видел коллег, кто-то видел, но не суть, да, то есть. Традиционные встречи под елочкой с коллегами, что все тоже, вычеркиваем, из нашей жизни. Как вы планируете, вы принимаете заказы, что вы сейчас вообще делаете? Вот в этом ключе. У нас есть предзаказы. Ну, я точно не знаю, на какие-то дни корпоративы уже там как-то предоплачены, вот, некими компаниями, вот. Опять же, я повторюсь, я себя питаю оптимизмом, что как-то указ все-таки будет смягчен, потому что, ну, цифры, несмотря на то, что цифры растут, мне кажется, что имеет смысл не отказывать нам всем как-то праздновать предновогодние праздники. Ну, потому что все равно мы не сможем себе, мне кажется, в этом отказать. Я сейчас не как владелец ресторана говорю, а как гражданин нашей великой страны. Я все равно буду в предновогоднем настроении и захочу какого-то праздника. И я не один такой, мы все так живем. Мы с таким менталитетом. Нам всем нужен праздник, и он будет. Вот. И, возможно, будут какие-то послабления. Все-таки, может быть, чудо свершится, и Андрей Сергеевич изменит свое решение в пользу корпоративов, и не будет ничего запрещательного. Вот. Во-первых. Во-вторых, я работал всегда до 11, не работал до какого-то позднего, до более-более позднего времени, поэтому на мне это никак не сказалось. Там новое ведение по поводу сокращения рабочего дня и так далее. Вот. Будем работать до 23, без проблем. Будем соблюдать закон, указ. Я поняла вас. Спасибо вам большое за участие. Предлагаю подключиться и Вете Тельмановне. Вета Тельмановна, у вас совершенно другой бизнес. Как поживаете вы? Как вам эти новшества, новые запреты? Всех приветствую. У меня не ресторанный бизнес, а бизнес медицинский. Начало пандемии, весна по нам ударила действительно очень серьезно, фактически люди просто боялись выходить из дома. Люди боялись идти в медицинские учреждения, боялись там заразиться. Поэтому, ну и был запрет на проведение плановых приемов и плановых операций. При этом, в отличие от ресторанов и салонов красоты, медицина оказалась в том положении, что никакой поддержки мы не получили. С нашей АКВЭДе не оказались в предприятиях пострадавших, потому что вроде как в медицине никто работать не запрещал. Просто запретили все плановые вещи. Не подумав о том, что именно медицинские учреждения, некоторые работают планово. Но мы пережили этот период своими силами. Ну, нам не догнать пропущенные месяцы, нам не догнать. Все равно есть у людей опасения, конечно, потому что наши клиенты процентов на 70 – это возрастные клиенты. Показания по операции по катаракте, они, конечно, идут. Заражений у нас нет в клинике. Вот я, как и Тимур, точно так же верю в коронавирус. Ну, как верю? Да, есть этот вирус. Да, кто-то болеет, кто-то не болеет. Возможно, переболеем все. Перевести на дистанционку. Я могу только себя перевести на дистанционку, как руководителя клиники. Потому что мы все прекрасно понимаем, что никто, наверное, из нас дистанционно не обследоваться не сможет. Потому что это нужно специальное оборудование и присутствие человека. Ну, а приоперироваться дистанционно, конечно, было бы здорово, но, к сожалению, невозможно. Наверное, переведя себя, то есть я формально эти меры буду соблюдать. Но только из-за того, что у меня абсолютно небольшой штат клиники. Когда этот штат большой, если другие клиники смотреть, то мне сложно представить, кого они смогут перевести на дистанционную работу. Наверное, подходить надо было тоже очень-очень плавно к этим вопросам. Потому что санитарный режим соблюдать надо. Невозможно перевести уборщисть на дистанционку, соответственно. А кул-центр, ну, поскольку, потому что все равно это завязано с тем оборудованием, которое стоит непосредственно в учреждении, администраторов вообще нереально перевести, потому что это непосредственное общение с пациентами, которые приходят. Ну, вот как там, вот варьируя, я не думаю, что медицинские учреждения смогут соблюсти вот это вот 5-процентное требование. Да, и самое главное, тут, как обычно, возникает вопрос, а кто будет контролировать, как это будет контролироваться, да, и прочие нюансы. Собственно, это так, 5 копеек в кассу. И к вам еще, Вета Тельмана, на вопрос. Вот все-таки, как вы считаете, вот, да, как предыдущий участник сказал, что, ну, практически, да, любые будем требования соблюдать, главное не закрывать и дать ей работать. Вот вы с таким вот, с такой установкой, как, насколько согласны? Я согласна с этой установкой, абсолютно согласна, потому что, ну, нас к этому подвели, да, уже все, наверное, прочитали о том, что во вторую волну поддержек малого и среднего бизнеса не будет, неважно, на каком вы там аквейде, пострадавшие вы или не пострадавшие, как-то точечно оно будет, и, в общем-то, поддержка заключается в том, что мы вам разрешаем работать. Те, кто побыл без работы, рестораны, кафе, это на себе тоже очень хорошо прочувствовали, да, наверное, это тяжело. Ну, это безнаверное, это тяжело, потому что нету какого-то и запаса достаточного, чтобы платить за аренду, за коммунальные услуги, причем никто с предпринимателей не снимал обязанность платить заработную плату сотрудникам, за время этого простоя, наоборот, эта обязанность была подчеркнута, что все это остается на предпринимателю, оплата труда работников, несмотря на то, что они в вынужденном отпуске, она должна производиться, поэтому, да, ну, понимаете, мы, так как мы медицинское учреждение, для нас ничего нового нету, мы все эти меры соблюдаем круглогодично, регулярно, вся санобработка, дезары. Заходила сама в кафе, видела, что стоят приборы для обеззараживания воздуха в кафе. Единственное, наверное, что прибавилось, если раньше только медперсонал был в масках, то теперь и пациенты тоже все заходят в масках. Работать надо. Я вас поняла, спасибо вам большое. Будем надеяться, что через год мы практически все болеть перестанем. В масках-то мы все ходим. Логично, значит, и болеть перестанем, вот и посмотрим, что будет. Предлагаю Ольге Ниязовой подключиться. Ольга, у вас тоже очень интересный бизнес. Тот бизнес, который закрыли раньше всех, выпустили работать позже всех. И, собственно говоря, как вы для себя расценили новые ограничения? Прокомментируйте, пожалуйста, вы. Что касается того, что в апреле, в мае, да, мы были закрыты. Соответственно, мы не работали. Все игровые комнаты, все развлекательные центры были закрыты. Мы просто сидели, просто в изоляции ждали чего-то вообще непонятного. Естественно, у нас были заказы на выпускные. Мы работали с детскими садами, как театр. Мы работали со школьными лагерями. И там организовывали мероприятия. Все, все, что было у нас, набрано заказов, сделаны предоплаты, все это было закрыто. То есть мы не работали апрель, май, все выпускные и июнь. Где-то начиная с конца июня мы уже начали потихонечку выходить. Начали дни рождения проводить на дому, выездные праздники во дворе, загородные дома. В общем, у кого была своя территория, дачи. Вот только как бы выезжали. Массовые мероприятия тоже были все закрыты. Мы работали с управлением по физической культуре. Вот уже несколько лет. И все вот эти массовые мероприятия были закрыты. Когда мы первый раз, когда они в сентябре сказали, что можно будет провести, мы сразу взяли несколько праздников, которые привели во дворе. Все жители были, безусловно, рады этому событию. Было очень много детей. Но какие условия были, да. Это страх, боязнь. И нам, конечно, да, нам пришлось очень тяжело. С детскими садами мы до сих пор как театр не работаем. Потому что у них есть постановление, что посторонних людей, несмотря на то, что у нас есть медицинские книжки, просто не допускают до детских садов. Естественно, мы не работаем. Что касается анимационных программ, проведения дней рождений, сейчас открылись развлекательные центры. Мы там работаем. Там, конечно, условия такие, что обрабатываем руки, но приходить в масках и работать анимационную программу – это просто невозможно. Как ребенок увидит твои эмоции, как он услышит, и как герой, щенячий патруль, мимимишка или фиксик придет в маске. Не знаю, я такого себе не представляю. Работать дистанционно я тоже не представляю, как. Вести онлайн-трансляцию за время изоляции, мы попробовали это сделать, это утомляет и ничего больше. Это не приносит ничего абсолютно. Мы за, мы абсолютно за. Что касается подготовки к Новому году, вот сейчас есть запросы уже. Хотят бронировать новогодние праздники с нашими выступлениями, но я пока не знаю. То есть не получится ли так же, как мы планировали выпускные, планировали мероприятия дворовые, работа со школьным лагерем, и потом все пойдет на смарку. Пока не могу сказать, ждать чего и до какой степени, но я пока вот вообще не могу сказать. Но уже идут заявки. Да, Ольга, вот этот непонятный период затянувшийся, вот предыдущий наш участник сказал, что мы, может быть, есть такая вероятность, все это предположение, но тем не менее, еще и 2021 год будем в таком подвешенном состоянии. Вы протянете или, ну вот честно говоря, сколько вы можете еще в этом режиме прожить? То есть у нас сейчас очень сократилось количество мероприятий, очень. Естественно, мы продолжаем работать в выездные мероприятия, даже в развлекательные центры, которые работали, которые сейчас открылись. Количество клиентов намного сократилось, и, естественно, нашу развлекательную программу берут намного меньше. То есть опять люди боятся, боятся, что кто-то чужой придет, вот мало ли что принесет. Вот недавно у нас тоже был случай, что ростовые куклы, то есть ростовые куклы, они уже защищены, вот, но сопровождающий человек пришел в маске. Прямо клиенты прям так и спросили, а вы придете в защитной маске? Сказали, да, конечно. Конечно, но это вот в этом случае возможно. А вот и на проведение праздников, спектаклей, мероприятий, ведущие в маске, конечно, это невозможно. Ну и буквально крайний к вам вопрос последний. Помощь была у вас весной? Да, 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 мы по УКВЭД прошли, что организация мероприятий, да, нам дали субсидии. Ну, как бы так-то это, конечно, спасибо, вот, но лучше дайте работать. Спасибо большое вам, Ольга. У нас на связи Дмитрий Койков. Дмитрий, вот вы сам, да, сам являешься предпринимателем, и при этом еще и к тебе идут коллеги. Какие настроения в Союзе сейчас? Ну и, собственно, что с твоим бизнесом? Или он не коснулся все-таки вывески, да, это такая вещь, которая... Маску носить не надо. Людмила, я, наверное, отвечу на первый вопрос, который будет задан. Что такое 5% от количества сотрудников надо на удаленку поместить? Вот Тимур рассказывал, но он не учитывает одного, что есть небольшие компании, у которых там 5-6 человек, у кого там уже 3 человека, да, работают. Они все ключевые. 5% от количества, это одного человека надо на удаленку перевести. Вот. Некоторые компании это просто не могут сделать. Надо это учитывать. Вот. Я к чему это говорю? К тому, что вот я замечаю такую тенденцию, когда у нас сейчас вот по коронавирусу сверху решения спускаются, да, какие-то сверху, вот на все области, да, но все-таки местные специфики никто не учитывает. А на местах у нас работают управленцы, которые немаленькие деньги, кстати говоря, получают. Почему-то я вот не вижу лично за последние полгода, чтобы решения такие были взвешены, да, какие-то точечные, может быть, появляются, но в целом мы же видим, что сейчас сегодня вот по новостям показали, что запрещается до 23 кафе работать, соответственно, да. У нас это правительство приняло там, ну, чуть пораньше, да, но в целом-то это же получается решение, оно федеральное, да, то есть мы, по сути, идем в федеральной повестке. Может быть, оно и правильно для государственного устройства, но для, наверное, определенных территорий нельзя шаблонами спускать сверху. У нас здесь своя ситуация. Наверное, коллеги, кто работает и сталкивается с определенным законопроектом, меня поймут. Нельзя нам просто слать шаблоны. То есть я вот про это. Что касается по поводу, как бизнес себя чувствует, мы весной, естественно, ощутили на себе, как сказать, спад заказов. Почему? Я объясню. Потому что реклама, мы вот изготавливаем вывески, мы работаем с кафе, с ресторанами и так далее. Это составляет, ну, я не знаю, значительную массу заказов из этого. То есть, соответственно, они перестали работать, они перестали что-то открывать, они перестали у нас заказывать. То есть фактически мы явились не пострадавшей отраслью, хотя фактически, я говорю, вот местная специфика и разного бизнеса никто это не учитывал. Соответственно, все стало меньше и меньше. В данный момент, что могу сказать, я провел опрос, у меня есть телеграм-канал записки новгородского предпринимателя, там порядка 400 человек уже подписано, в принципе, репрезентативно. Я задал вопрос, как у вас выручка за сентябрь? То есть больше 50% за сентябрь ответили, что у них выручка упала. В среднем, там, у кого-то от 50%, у кого-то от 20%. Были, конечно, у которых выручка росла, но их было поменьше. По октябрю, я думаю, тоже такой же опрос проведу, посмотрим. Ну, вот в данный момент у нас наблюдается даже некий всплеск. Вот сейчас, в последнюю неделю, очень активно люди стали обращаться, и мы, честно говоря, даже вот сейчас не успеваем даже обрабатывать многие заявки. То есть каким-то волнообразным вот образом спрос идет. То же самое мы в Санкт-Петербурге работаем. В принципе, там также родоограничения различные есть. Там это было даже жестче. И в целом у них спад. Сейчас там восстановилось более-менее спад. Вот с начала весны они посчитали, где-то 25% люди стали меньше тратить. И вот в целом минус 25% это с начала весны. То есть, в принципе, вот такие данные. Ну, что касается вообще в целом настроения бизнеса, то оно, конечно, разное. Какие-то сферы, которые, значит, которых люди потребляют, вот видели, что и кафе, и ресторан, да, все-таки люди ходят, не едут за границу, они здесь приезжают. В принципе, они более-менее себя хорошо чувствуют. А кто работает, ну, вот, допустим, даже не кто работает, а по производству. Вот у нас есть люди, которые занимаются производством. Недавно я буквально три дня назад встретил собственника компании, который достаточно, по-моему, больше 20 лет он производит кухни на заказ. Ну, известная компания, не буду называть, наверное, чтобы так лишний раз не компрометировать. В общем, человек был очень сильно расстроен, зол, потому что он сказал, что с весны ему никто не помог. Соответственно, он держал три месяца людей за свой счет, потратил порядка двух миллионов рублей. Сейчас у него осталось два человека. В лучшее время у него было порядка 80 человек на производстве. И, собственно, что касается... Ну, понятно, что спрос упал, заказов мало стало, и, собственно говоря, вот у него такие настроения. То есть он вообще сказал, я, наверное, буду сворачиваться. Вот таким вот образом. То есть тут есть разные... Кто-то, наоборот, встречаешь, говорит, все хорошо, мы получили поддержку, вот это вот по зарплате, мы как бы работаем нормально. То есть тут вот пограничные мнения, это происходит потому, потому что опять сверху, значит, посмотрели, каким-то образом проанализировали, разные регионы, причесали под одну гребенку. Наверное, это не совсем было правильно делать, и надо было как-то хотя бы по округам каким-то, то есть сделать определенный анализ и по отраслям. То есть, в принципе, кого поддержали, тут более-менее, я еще раз повторюсь, по крайней мере, чувствуют себя, ну, как, не то, что неплохо, да, ну, по крайней мере, можно работать. Вот, некоторые предприниматели закрыли, конечно, бизнес, пошли в найм работать. То есть, ну, вот как-то вот примерно вот так вот ситуация. Дмитрий, спасибо большое. Спасибо всем нашим участникам сегодня за честность, за откровенность, за то, что поделились своей ситуацией, у кого-то лучше, у кого-то хуже. Тем не менее, вывод напрашивается один. Уважаемые наши чиновники, которые находятся на зарплате, наверное, 2020 год, год, когда ручное управление как никогда актуально. Пользуйтесь, пожалуйста, почаще этим методом, прислушивайтесь к людям, к новгородцам, ну, и тогда, наверное, будет вам счастье. Всего доброго, до новых встреч. Продолжение следует...